Сегодняшняя тема. Когда речь заходит о методах контрацепции, любая женщина назовет как минимум три способа, которыми она пользовалась за всю свою жизнь. К сожалению, многие способы не просто бесполезны, но и могут привести к неприятным осложнениям. Сегодня мы собрали одни из самых спорных способов предотвращения нежелательной беременности. Прерванный половой акт. Довольно популярный способ среди молодого поколения. Многие юные девушки идут на поводу у своих мужчин, которые отказываются от барьерной контрацепции, уверяя своих партнерш, что смогут вовремя остановиться. Однако чаще всего происходят неприятные конфузы, из-за которых приходится использовать экстремальные методы контрацепции. Кроме того, сперматозоиды содержатся не только в семенной жидкости, но и других выделениях, на которые часто не обращают внимания и допускают с ними прямой контакт. Гормональные инъекции. Еще один метод контрацепции, который используют не так часто, но все же нередко переходят на него с презервативов. Суть такого способа заключается в введении особого гормона, который останавливает созревание яйцеклетки. Да и сам по себе создает условия, в которых сперматозоидам трудно попасть непосредственно внутрь матки. У такого способа множество противопоказаний, а его эффективность довольно спорна, особенно если вы используете его без назначения специалиста. Имплант. Гормональный контрацептив, который устанавливается врачом под кожу. Срок действия такого контрацептива около трех лет, после чего его можно заменить. Однако у такого способа множество противопоказаний, да и использовать его женщинам с нерегулярным циклом просто небезопасно. Помимо прочего, никто не гарантирует, что в определенном месяце произойдет сбой, который ослабит защиту и вы получите нежелательную беременность. Да и от ЗППП такой способ совершенно не защищает. Пласты. Еще один вид гормональной контрацепции. Его любят использовать женщины, находящиеся в связи с постоянным партнером, цель которых обезопасить себя лишь от беременности. Но как мы уже говорили, гормоны – вещь переменная, каждый организм индивидуален, да и использование любой гормональной контрацепции требует от пациентки ответственного подхода и исполнения всех требований своего лечащего врача. Противопоказаний у гормонального пластыря довольно много. К ним относятся проблемы с кровообращением, а также сердечные заболевания.